Сергей Павлович работает с утра пораньше. Заводите святых, Отец наш, Господи, Иисусе Христос, Иисусе Божий, поминь нас, поминь. Отче наш Иже, Иисусе на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яхо на небесе и на земле. Хлеб наш насущий, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яхо же имя, оставляя должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Слава Цуи, Сыну и Святому Духу, иной и пресной, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови за молитву Пречистоте Матери Всех Святых Твоих, Господи, Иисусе Христос, Иисусе Божий, помилуй нас, аминь. Где кланяйтесь, там кланяйтесь, вы не знаете, где кланяйтесь, устава не знаете, так смотрите, как другие делают. Божья милостью, будь не грешен, создав ими, Господи, помилуй меня, благослови за греши, Господи, прости меня грешен, помилуй. И освети дары Твои словом истинной молитвы, услыши наши молитвы о болящих Сергея, Валерии, роженице Иоанне, Иоанне, Ольге, и нас помилуй, милости Твоя ради. Украти буйство и желание причинить зло Максиме, коснись его сердца, пробуди его душу, не дай ему погибнуть в ожесточении, благослови Людмилу, укрепи и сохрани все, что здесь есть, под Твоей защитой и во все Твое. Тебе Божья слава, Отец и Святой Дух, аминь. И вы в церковь не глядывайте, где поклоны, или запишите себе, святые Божьи, святые крепкие, три поклона, Божьей милости, три поклона, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тоже на три поклона, или бывает один поклон. Вот тут надо смотреть. Верую, когда считается, верую во единого Бога Отца, крестное знамение кладется, а поклон в конце, это одна молитва такая, а другая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитва ради, без поклона, просто, это без крестного знамения, просто полный подземной поклон. У нас ничего не знает, вы приглядываетесь. Так, мы с тобой договорились, ты уже работаешь в этой. Ну я сейчас пойду переоденусь. Вы позвонили, я прибежал. Все, в это время сейчас, я пока говорю, быстренько надень, чтобы засполнить, есть. Так, последние новости. Я Анна родила, мальчика. Слава тебе Божьей. У Виктора Николаевича. Назвать не назвали еще как это, 51 там сантиметр, там килограмм, все это выстояло. Валентина Сартисон спрашивает, да, богатый, вот это действительно новость. Про Анну Крущину неизвестно, одновременно двое. Игорь в дороге, я сейчас созвонился с ним, я наказал, что привезти. Наша все взято, что вчера приготовили варенье, горох, смородину, болящий послали. Так, и сегодня вывели меня на одного парковника Константин, священник Патриарии. Вот как бог делает, интересно. У меня представление, тихотворение одно есть, говорю, и храмовое пение, все превратилось в волчьи войн. Это такое. Вот я его первый раз услышал. Солидный такой, крепкий стоит мужчина, иконы, лампады горят. Все как надо. Его спрашивают что-то там о жилийбе. И он такое колобродит, против канонов, я посмотрел, безбожник, антихрист, настоящий. Московской Патриархии. И теперь новое толкование Библии. Это вы скинули мне посмотреть. Ну что, говорит, сатана в ясе уже, не просто так, а сатана, это никакой не волк. Люди говорят, ну сейчас-то волк в овещей шкуре, а тут прямо рога и копыты. Это все евреи придумали в Ветхом Завете, это легенды, все истории. Господь говорит, все в Писании Бога Духа Наверное, апостол Павел Петр говорит об этом. Христос говорит, исследуйте Писание. Исследуй на каких-то ученых, где-то ссылается. И патриархия-то знает, он преподает где-то. Это не просто так. То есть это где-то последнее стадие разложения, переспринятие Матисшества. Прямо, официально, в храме стоит, видно, Матрона Московская. И что, церковная власть не видит, что? Или под его прикрытием ты давай делай, нам нельзя, иначе он... Ну а ты пока делай, насаждай. Отзывы какие? Только одно. Черт, рогатый вылез. Комментарии все одинаковые. Сатана. Даже там сектанты все коснулись, полезли. Слышишь, что я рассказывал? Константин Паркоренко. Паркоренко, что Ветхий Завет, это евреи под историческим мигом были. Они поэтому священяли такое, там разрубить, убить, этого нет. Этого не было никогда. Все эти легенды. Ветхий Завет, это легенда. Но это что-то от Александра Мене идет. Там вы тоже эти заскоки были, я-то с ним встречался. Так что вот эти новости для себя имейте. Чем более они не искусствуют, тем более мы должны любить Слово Божие. Нам его защищать не надо. Оно нас защищает. А Слово Божие как защищает? Бог сказал, ничего не надо доказывать. Господь ссылается на Иоанна, пророку. Господь говорит, как в одни Иоанна, пророка. И даже все время ссылается. И спрашивал, когда, как считаешь? И сказал, веришь ли считанному там, там неправильно написано. Почему Слово Божие? Сатана, Слово Божие, боится. Христос три раза отмечает цитатами из Священного Писания. Сатана бы сказал, да мало ли что там написано? Он замолкает. Три главных вопроса, которые объясняет Федор Михайлович Тостоевский. Который мудрый этот дух задает. Ну а дальше показывает в православных клубах, где-то что-то, дискотеки. И прямо в храме танцует. Трусики, видать, там поднимают ноги и прочее. Дети, а там взрослые, трясутся все. Они думают этим умножить. Люди придут, свечки будут брать. И они обезумели. И как на это смотрят старые рятцы, у которых это еще нет. Ну вот, пожалуйста, ваша Никоновская реформа, к чему она привела. А дело-то не в реформе, а дело в сегодняшнем волчатке. Ну то не может не знать, не видеть патриарха. Это не о католичии, а о бесовщина какая-то. Я сегодня с утра пораньше все это посмотрел. И все отзывы там не мог просчитать, сколько я на него. И сразу находятся защитники, надо смотреть, надо. Василий Великий говорит ему. Потому что Василий Великий говорит, предание и Писание для нас одинаковы. Предание это переданное устами, незаписанное. Павел говорит, храните предание, которое дали вам. А кто не предан, все вообще не иметь. Предание, то, что передали. Но туда не надо все толкать, сегодняшнее, что есть. Все называется преданием. Это понятно? Грозное предупреждение. Но я ничего этого не знал, что он такой. Но он первое слово только стал говорить, и я сразу понял. Чужой человек. У него веры нет. Он каноны попирает ногами. Про каноны говорить не надо. Это Писание. И стоит в храме. Так, вы сегодня еще там сделали. Все, что нужно было, убрали мне. Ты лично не шевели руками лицо. Не трогай. Непрерывно как встал. И ты непрерывно чьешь еще тут. То есть голова не работает. Пальцами не шевели. Замкни руки вот так. И стой спокойно. Я спросил тебя. Уже несколько раз спрашивал. Мы работаем. Ноги держи вместе. Что-то на шарах это все время. А то я тебе дам характеристику. Почему ты так делаешь? Вот этот башлык. На снимках везде ты в башлыке. Все работают без башлыка. Берон Гриллс. Вы же ты его путем. Видела здесь? Я не видел. А Заряди. Исключительно популярный. Он показывает во всех условиях жизни, как выжить. По пустыне. Показывает. Вот здесь корабль прибило. 28 человек. Все погибли. А он показывает, как идти надо. Ну, конечно, съемочная группа с ним. Все. Он показывает, как со змеей бороться. Как сразу голову зарыть. Какие съедобные там сарачуи есть. В одном месте там на севере он тюлени там вывросил мертвые. Он разрезал. А под шкурой там кишат черви. То есть, это белки столько берется и это в рот ест. Главное влага. Убил змею, шкуру содрал. Отвернулся в нее, пописал. И теперь пьет. Противное, говорит, по-другому нельзя. Иначе отблечение крови. Нашел кал. Эти, схланы прошли. Он уберет. Такая грязь течет. И он ее пьет. А это, говорит, какие-то микробы. Что? Это все излечимо. То, что я влаги сейчас нету. Смерть. Это большая разница. И вот он перекрестится, как католик. И прыгает откуда-то. То в горах, то спускается в ледяные расщелины. Где люди гибли, он выходит живой. Нигде у него башлыка на нем не было. Ни разу. Я все вспомнил. Зачем ты? Первый раз ты объяснил так. Комары. Ни одного комара нету. Поморщился, комаров нет. Эх, комары подвели. Мы летели вот туда, там комары. Да-да, там. А тут ты пришел-то. Ты закупорил. Понимаешь, я не разводил руками. Я тебе предупредил. А когда пыль на тебя сверху? Я тебя предупредил. Ты включишь пыль на тебя сверху? Там пыль, тогда можешь сделать. Ну и где пыль, там никто не надевает. Там же работают. А как я стучу и на меня все? Наши работали все. Повторяю. Я не спорю тебе говорю. Знаете же, работали, работали все. Когда били, делали, никто башлык не надевает. У них нет башлыка. Ну ты можешь пурчать, но я тебе сказал. Ты даже не успела думать минуты. Женский характер. А ты почему? Холодно. Башлык. И главное, там башлык, здесь башлык. Здесь что? А зачем башлык? Думают. А пыль? Пыль, значит, комар нету. Сегодня здесь пыли нету. Все подвело тебя. Зачем ты сегодня машину надел здесь? Мы пошли. Я говорю, здесь. А здесь? Я тебя увидел здесь. Я просто мы только... Не надо туда руку. Никак. Зацепка должна быть. Ты любишь гнелушки подставлять вот такие вот подпорки. Я пришел, ты опять весь заковриваешь. Вместо шапки у меня с собой шапки. Я сейчас говорю, не надо перебивать. Я тебе сказал еще одно предупреждение. Я тебе вот стригу. Отдельно будет. Вопрос даже и спрашивать не надо. Не надо. Ты разлагаешь дисциплину. Ты все время заковришь. Маленькие дети стоят, гимнастику делают. Ты в башляке. Дети вот так вчера пришли. Вот такие рукава маленькие где-то. А так ходят в башляке. Куда бы ни повернул, ты в башляке. Поэтому у тебя оправдания не хватит. На Маленье зачем ты в башляке был? Как-то комаров. А нет комаров. Комаров не было. Не было. Рядом с тобой Степа. Мальчик вот такой вот. И вот так вот руки голые. Все берут. И я не один. Ты комара боишься. Даже комара боишься. Не тот, а Настя. Она тебя, Настя, все время держит на жидком стуле. Знаешь, что такое жидкий стул? Порос. Она тебя загнала просто в угол. А ты встал в полурос. И сказал, виноват. Виноват, а потом сгорбатился. Настя, прости. Я блудник. Ты не ее при любодейке называй, а себя блудником назови. Без венчания залез в постель. Ну, с этого ты уже начни. И дальше отщек пойдет. Я тебе подсказываю путь выхода. Ты не... У тебя главное сейчас выход убежать. Я тебя не держу. Провожать тебя никто не будет. Ты зацепись здесь, где тебя учат. Вошли их прочь. Настю не вини. Самого себя вини. А как? Должен? Она кормила одна и набрался такой долг. Я мужчина. Я кормилец. Я защитник. Чтобы любой, кто с тобой познался, понимает. Вот у меня, допустим, где-то они нападают, у них ничего нет. Степаненко выступил и говорит. Вы понимаете, что такое лагерь? Я на неделю взял там пять или сколько человек, говорит. С ног сбился. Так это человек какого ума? Какой должности? Какой известности? Ты-то не понимаешь этого. А это у меня каждый год было сто восемь, сто девять человек. Не меряло. Всегда посчитал сто восемь, сто девять. Разберись. У каждого свой характер. А другой вот сонливый. Вот там как башня была подниматься на второй этаж. Разрешенная. Ну, там не так и высоко. Он наполовину до леса так обнял его. Калаясь такой, видите, и уснул. На лестницу уснул. Осталось ему полметра доползти, и он уснул. Это будущий Виталий. Понимаешь, где она зарождается здесь? Я тебе таких случаев покажу, сколько ты ребятишками, конца крайний. Это и везде надо найти выход. Такой выход, когда ты с башлыком не поправишься. Башлык не надевать. Где бьешь, там и сыплется. Там надеть. Как только отошел, то сразу и скинь. Договорились? Не надо головой мотать. Что ты? Не лошади. Да и нет написано. А не написано, что головой водней. Все остальное от лукавого. Это от лукавого. Все слышно. А что я ничего не говорил? У меня просто так. Я и гнула, вы подумали. Ты не в то место попал, где можно было хваститься и выйти таким же. Ты выйдешь оттуда другой. Все пишут, Никита вышел другой. У него взгляд другой, рассуждения другие. Другой. И он говорит. Выступает Никита. Я даже ролик взял. Что я здесь получил? Я добровольно приехал. О чем я только думал, мечтал. Я все здесь получил. Это он, ролик такой. Я даже не помню, кто я когда записал. Ну, на канале стоит. Это он говорит. И далее засчитывает мою характеристику. Там вообще надоет где-то. Какую тебе характеристику дадут? Ты не знаешь, что характеристику дают все люди. Разные. И вот у меня, которые нападают. И у них детей, они не знают этого. Ну, и отвечать мне еще. У меня спрашивают, даже голуби все живы. Ну, ответьте хотя бы раз. Придется ролик сделать. Утром рано. Я покажу, как кормлю. И останутся голуби живы. Они уже ждут. Я хожу, под ногами путаются. А ты видел сейчас, где они, как? Я захожу, то они ждут. Ждут. Потому что там, где есть, и там 2-3 зайдут боевых. Остальные не допускают. Когда отойдут, тогда эти есть. А тут-то я по доске расцеплю, и они все сразу. Я посчитал, что 25. Ну, и там штук 8. Это мало, но это много, они очень прожорливые. У тебя заботы нет. У меня 2 кошки, собачки. У этого 2 собаки. Это от всех нас. У тебя никакой заботы нет. Никакой. Главное, башют натянуть только. А башют как натянул, я вижу, у чеховских человек в футляре. Обязательно просчитай. Он весь в футляре. Ты человек-невидимка, читал, Беляева? А посчитай. Он работал над разными опытами. Как сделался, сделался невидимым. А чтобы его видели, ему надо все было запечатать. Тут, чтобы башют был. И тело-то не видно. А башют видно. Тут очки у него. Тут оно перевязано что-то. Почитай. Тебе книги сразу дают. Два рассказа. Ничем не интересуешься. Ты не мог бы составить список? Какие книги ты в жизни прочитал? А? Можно составить. Он небольшой был. Я тебя еще не спрашиваю, не знаю. Что не спрашиваю еще. Ты крестовую сонату считал? Нет. Не считал. То, что в фильме видим, это небольшая часть только того. Какие там глубокие рассуждения. Относительно брачной жизни, разводов, лучшего материала я не знаю пока. Хотя я их прочитал тон до литературы. Я тебе говорю. И тебя-то это нисколько не интересует. Скорее за стол за. Отчавкал. Башю притянул и пошел потихоньку. Начинаешь. Никиту хоть быстро ходил. Я его тоже учил. Он ходил, все задом вилял, как уличная, говорит. Ты встал. А Серафима говорит. Он не офицером был. Он стал ходить. Вот так. Идет широким шагом. Тебя не могу сдвинуть. Твое положение хуже оказалось. Ты идешь все время руки назад. Даже вот здесь вот. Сережа пошел. Нормальным шагом идет. И вот так вот. Идешь и видишь. Ну где можно сейчас экономить шаг? На сантиметр уменьшить длину шага. И на секунду подольше. Как будто бы у тебя задача стоит. Я тебя хочу видеть другим. И тогда у тебя многое, что изменится. Вот понимаешь, одна приходит. Ну как муж? Анна. Ну. Да как всегда. Пьет? Ну. Да. Какая ты терпеливая. Сколько же ты перенесла через него. А это ее уже стихия стала. И тогда ей сказали. А ты не с этого начни. Начни, как ты вышла замуж. И посмотри. Ты его мучаешь. А не он тебя. Она только начала это. Сразу все изменилось. Не Настя виновата-то. А ты. И она тогда поняла. Проходит какое-то время. Муж пришел в церковь. А одна жалуется. Вот не такой муж. Соседние такие. Баптисты рассказывают. И тогда два брата решили прийти. Ну пришли. Позвонили. А дверка, калитка закрыта. Она открыла. Но не посмотрела кто. Она знает. В это время муж приходит. Все. Ты там где-то задерживаться на работе. Идешь. А я дома. А я за ней иду. Я услышала. Ой. Братья тогда. Не. Я не видел. Что это вы слышали. До крыса нашла и не видел даже кто. Она мужа пидит. Я не успеваю. Ты не помогаешь. Брат говорит. Отдешися. Троя. В пробку иди готовлюсь. У меня как-то дома не очень удобно. Я у вас посижу. Пожалуйста. 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 Дорогой Сергей. Садись. Пиши. Он смотрит. Она действительно работает. Она как матушка. Как трактор. А уже приходит в маленький дом отдохнуть. И вот она туда пришла. Пол. Вымытый. Она чеснок с грязью выбросила. Он понимает. Она убирать начинает. Полеза. Ведро поставил. Подололу зацепила. Пролила. Тут она начала. Все. И на это у меня такое. Он сидит и все записывает. А потом я ей представил. Вот давай. Вот это тебе надо было делать? Надо. Ты знала? Нет. Вот такая библиография. Одна в Житии от Святых написана. О ней. О ней все написано. Ее сделали святой. Она все делала так, как не надо делать. Но по-монашески это прекрасно выглядит. Вот там она запнулась. Запнулась. Упала. Нанесла мужчину. А мужчинкам отнулась в глаз. Понимаешь? Она вот куда бы ни повернулась, у нее обязательное несчастье. То есть она технику безопасности по отношению своей персоны не соблюдала никак. Святая. Она страдалец. Во фронте. Мужчина сидит. Скособочился. Ног где-то. А бабки подойдут. И говорят, подойдут кому? Да ты что? Это святой. Почему? Когда он пьяный был, машина по ногам проехала. И ноги ему ампутировали. И он возле церкви. Ну что, что пьяный? Кто не бывает пьяный? Да возле церкви. Ноги-то потерял-то. Это же мученик. Понятно? Другие приходят сюда. Подошла одна. Я говорю, а где у вас тут вшей продают? Чего? Вшей? Тут еще бабка. Я как сейчас дам за шею? Я говорю, моя подруга ходила, покупала. А зачем вшей? Ну это если муж ушел, которая в церкви вошь купленная, на него надо подсадить. Когда она его укусит, он вернется. Город Фрузия. Бишкек. То есть, мы даже внутреннюю жизнь церкви там толком не знаем. Ты на ней вопрос не можешь ответить, касаясь на себя. Зачем тебе пошли? Сколько нас было здесь? Владимир Галенбухин без этого. Все до одного. Стой спокойно, не вылакуйся. Мы сейчас будем обедать, а ты размышляешь, что я тебе сказал. И первое, не надевай башлык. Не надевай, пока не будет доска с пылью впереди у тебя. Вот на один момент тут можешь надевнуть. Как только спустился вниз, сразу его скинь. Открой уши, открой глаза, чтобы видело, что ты работник. Дрова корешь. Обыкновенной тормой, ты в башлыке. Там деревья сажай где-то. Ребята работают, ты в башлыке. Тут копаешься, что-то там тополя садили, которых нету ни одного в башлыке. Там ни пыли, ничего нету. Все тут работают, раздевши. То есть тебя, ты не спотеешь. Батюшка, он говорит, а сегодня третий раз уже спотел. А я ему отвечаю, а я только один раз спотею. Я спотел, до вечера мокрый. Домой прихожу, иногда раза три вывешиваю одежду, новую надеваю. То есть на пределе организм работает. И вот дают жизни. По моим-то возможностям, как она расстанавливается, я болею, я была в психиатрии, там сделали-то. И сегодня она мне пишет, из Белоруссии, Оксана. Я просчитала в интернете вашу биографию. Сколько же вы перенесли? У меня 26 лет только психиатрирующего. 26 лет. Ты знаешь, что такое психиатрия? Это пострашнее гитлеровского сменцема. Тело принесет там 3 литра, он вкачает в тебя их, подвешивает, то есть вязанный. А он спросит лицом, еще ли веришь в Бога? Они на сто процентов знают, что я все нормально. Мы скажем, что ты от веры в Бога сошел с самого. Вот тут я уже беспокоился. А что они вкачивают? Что вкачивают-то? А, разве они докладывают? Голитвенно, такие вот, ноги раздувают тебе, подвешивают капельницу, ну там капельница, там большой сосуд. Все раздирают тело, кожа от тела отстает. И когда меня отпустили, потому что отец инвалид войны, меня вызвали, интересно, я в окно бросал записки. И кто-то подобрал и адрес, и отсюда ставили. И отец приехал с матерью, меня забрали из психиатрической больницы в Барнауле. Но, уже отец сидит здесь, меня еще раз затащили, еще раз что-то дали. И сказали, вы берете зря его, вы его привезете через неделю. И во мне как бушевал огонь. Вот представь себе, если ты потный, и выпьешь холодного молока, гарантия. Бронхи все полетели. Я, приходя с работы, устроился село свозить, ехать километров пять на больших тракторных санях, там грузить и везти сюда. И у меня стоял бетонщик с молоком на улице. Я долбил эту шугу, делал, и вот это сальдом пил. Внутри не знаю какая, я температуру, слово, не люблю, это. А вот такое дело, и ни разу не закашивал, ничего не было. А когда вот прошел, все это слынуло, дальше все эти видят, не сработало. Если бы хоть грамм выпил где-то, чего-то, повышающего температуру, капец. Амба, каюк. И она это увидела, когда прочитала, а это я все говорю, книга, это слово Божие нет, уз. Я бы мог скрыть, а он дурак, меня это не касается. А потом, потом придет вредная перестройка, и все это с меня будет снято, как злоупотребление советской психиатрии. Генерал Григоренко, Петр, выступил против строя. Генерала сразу арестовали туда. Не кипела книга, прочитай, институт дураков. Институт сербского. Видишь как? А Бог так делал, находились помощники, которые как-то что-то давали характеристику, и как-то все сглаживали. У тебя ничего нет запрещения, опыта никакого. Начни винить себя, и ты увидишь, как в нас начнет что-то меняться. А уверен? По-другому не было пока никогда. Не было никогда. Начни. А не так, что я должен. Она долги-то считается, то, что ты не докорбил сына, не купил одежды. Она не на каких-то там мужиков истратила это. Деньги-то. Там, когда это подсчитано официально, что ты обязан был это дело. А ты думал, как? Проспал и впоследствии... Я тебе говорил, как это выступает один, говорит. Обнимал он чуть-чуть, целовал он чуть-чуть. А родился молец и уехал отец. А чуть-чуть, говорят, не считается. Ты бы лучше посчитал, конечно. У тебя с интонацией такой... Ты столько пережил в этом. Считается, дружок. Да еще по не твоим именем величается. Так? Так что давай начинаем. И лучшего места тебе для исправления я пока не вижу. Тебя не удерживают. Запомни это. И по малодушию своему, конечно, ты можешь сбежать. Но ты на Майдане-то не был. Поэтому у тебя понятно будет, что ты не от Альны избежал, не от Хода, а по своей лености, по Башвуку, поэтому избежал от жены и ребенка. Ты на ходу мог там уже переменить обстановку. Я это все обдумал. Я молюсь о тебе. Понятно, дорогой? А слава Божию. Садимся. Так сказали, говорит. Не все слова тут ясно слышно. Делать как-то надо. Или ближе подходите, или как замещание сделаем. Это, наверное, скорее всего, эхо создается. А да? Эхо, да. Надо громче или тише. Вот это не знаю. Ну давай. 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 Продолжение следует...